22 июня 1941 года. Дата, известная всем. Начало Великой Отечественной войны. Можно ли провести параллели между событиями тех лет и гражданской войной в Донбассе? И сегодня наш собеседник, член правления общественной организации «Оплот Донбасса», депутат Народного совета ДНР Александр Куренков. Кстати, Александр, как вы думаете, можно ли сравнить два события? Начало Великой Отечественной войны и начало гражданской войны в Донбассе? Я думаю, безусловно, можно всегда найти какие-то совпадения. Одно точно могу сказать, что и та война была без правил. Как я ее называю, эта война была тоже без правил. Почему? Потому что они, обе войны, направлены на уничтожение мирного населения. Собственно говоря, что было в 1941-1945 годах, то же самое в 2014, уже теперь в 2017 году. К сожалению, обстрелы наших мирных населенных пунктов продолжаются. Вот у меня были данные на конец марта этого года текущего. Только мирных граждан наших погибло 90 человек. К сожалению, скорбный список увеличивается. Та сторона украинская, она не реагирует ни на какие заявления, не выполняет минские договоренности. Я вообще считаю, что тот немецкий фашизм, что этот бандеровский фашизм, как угодно его можно называть, то есть это звенья одной цепи. То есть мы на его с вами видим, как состоялась нынешняя киевская власть, как они приходили к власти. То есть с помощью вот этих вот, я все время их называю, зигующими мальчиками, состоялось нынешнее государство Украины. То есть, по сути дела, это был незаконный вооруженный захват власти, как угодно, государственный переворот. Можно эту тему бесконечно долго продолжать. Но сам факт, что в конечном итоге страдали и продолжают страдать мирные граждане. В данном случае граждане Донецкой Народной Республики, в то время граждане Советского Союза. Война, она всегда плоха, даже будучи человеком военным. Я никогда в жизни не скажу о том, что война дает какие-то дивиденды. Да, безусловно, как говорят, прогресс идет вперед, разрабатываются какие-то новые технологии. Но технологии на смерти простых людей, это звучит кончуственно. Вспомним начало войны в 1941 году, когда на рассвете, лето, жаркие дни, люди отдыхают. 22 июня, воскресный день, бомбились города, мирные, спящие города Советского Союза, Киев, Севастополь, Минск, ряд других городов, когда фашистские войска совершили авианалеты, а потом уже вторглись в пешем порядке через государственную границу. У нас, я считаю, будем говорить, все точки над И, то есть у многих тогда донбассовцев, я именно так называю наше население, не дончане, донбассовцы, все точки над И были расставлены 26 мая 2014 года, когда состоялся авианалет на северные окраины города Донецка, аэропорт, магазин метро Кэшн Кэри, улица Взлетная, улица Крупская, улица Стратоналтов, северная часть Киевского проспекта, всем известный 9-этажный дом малосемейный по улице Взлетной, впоследствии штаб нашего командира Гиви. В принципе, то же самое. Вы знаете, как раз я в тот момент, будем говорить, свидетелем был тех событий. Очень страшно, когда, ощетинившись всеми видами оружия, на тебя заходит боевой вертолет, и ты понимаешь, что ты букашка, ты никто перед этой мощью. Точно так же в 1941 году гибли уже люди под бомбами немецко-фашистскими. Точно так же погибали первые солдаты, которые обороняли нашу землю, когда вторглись сухопутные части на территорию Советского Союза. То есть параллели можно проводить бесконечно и бесконечно проводить аналогии. То есть я думаю, что и не я, и многие скажут на эту тему. Я всегда говорю, история развивается по спирали, об этом историки многие говорят. То есть своего рода пружина, когда мы поднимаемся вверх, и событие одно накладывается на другое только по истечению определенного количества лет. Там 100 лет, 50, 70. То есть, по сути дела, казалось бы, похожие события друг на друга. Но ведь разница в том, что дончане, они ожидали того, что будут какие-то боевые действия. Уже было 2 мая, уже была понятна политика киевских властей. А советский народ, он не ожидал? Нет. Почему? Вот как раз советский народ тоже ожидал. Почему? Потому что где-то еще с 1939 года уже витал дух войны. Уже была так называемая Зимняя война 1940 года. Это война с Финляндией. Уже были события на Холхенголе, на озере Хасан. То есть уже были встречи с империалистами, с японскими. Здесь с белофинами. И невзирая на то, что был подписан договор между Советским Союзом и Германией о огненападении. То есть, по сути, это был договор, фикция своего рода. И многие, и военные люди, и гражданские люди понимали, что все стояли на пороге большой войны. Даже, будем говорить, в воздухе витала уже сама война. То есть, не было известно только когда она начнется. Я думаю, что и государственные чиновники, которые в это время находились у власти в Советском Союзе, они тоже прекрасно понимали ситуацию. Сейчас многие говорят, что Сталин был в глубочайшей депрессии, в шоке. Ну, может быть, это и было так. Но я думаю, что какое-то время действительно он не мог понять, как был нарушен международный договор. Именно договор о ненападении. У нас, опять-таки, то война своих с чужими, у нас война своих со своими, по сути дела. То есть, начиная с 2014 года, мы помним, когда 12-13 апреля господин Турчинов, как его называют, кровавый пастор, подписал указ в начале антитеррористической операции сесть на Донбассе против сепаратистов. Вот, сначала риторика была одна, сейчас она изменилась. Вы знаете, что теперь у нас тут замечены российские войска. То есть, риторика поменялась буквально на 180 градусов. То есть, они теперь не видят здесь сепаратистов, террористов. Они теперь спасают всю Европу от нашествия русских войск. Которых так и не заметил никто здесь. Хотелось бы видеть. Дело в том, что, учитывая нынешнее развитие вооруженных сил Российской Федерации, однозначно можно сказать, что если бы Россия вторглась, я думаю, дня 3-4 хватило бы российским войскам для того, чтобы взять под контроль всю территорию Украины, стоять на западной границе, на границе Польши, Венгрии, Чехии, Румынии. То есть, даже об этом говорят нынешние генералы Пентагона. О том, что, по сути, самая сильная армия в настоящий момент – это армия Российской Федерации. Дай Бог, чтобы так и было. И спасибо большое за это харизматическому лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Безусловно, он не сам работает. У него целая сплоченная команда. Но по-любому, будем говорить, в течение последних 15 лет ему удалось поднять Россию на должную войну. Ну, вы видите, сразу ощетинились, поднялись все наши «заокеанские друзья», в кавычках, которым сильная Россия не нужна. И никогда она не была нужна. Если мы опять подследим хронологию, отбросим историю на 100 лет, на 200 лет назад. Только слабая разорванная Россия, поделенная на удельные княжества, их устраивает. Ну, это опять-таки мы уже проходили. Лихие – это начало 90-х годов, Лихие – 90-е. Вот. Кстати, вот в 1993 году так называемая зарождающаяся молодая демократия российская уже тогда предлагала нам отказаться от своей памяти, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Вот. Уже тогда были вбросы информационные в плане того, что слишком большой ценой досталась эта победа. Я даже помню, что вычленили из песни Булата Акуджавы фраза «Одна за всех, мы за ценой не постоим». Вот. За ценой. И какой ценой? И вот началось муссироваться в прессе. За какой ценой? И какой ценой? Вот сейчас уже в новом свете мы видим эту ситуацию, когда официально американские власти говорят, что они начали уже новую программу. Кстати, действительно, это так. Через интернет обалванивать молодое поколение. Уже проект пошел пилотный. Первые 100 миллионов долларов выделены. Собираются они порядка 700 миллионов долларов выделить на эту тему, для того, чтобы опять пересмотреть итоги первой, итоги Великой Отечественной войны, или как они ее называют, второй мировой. Ну, фактически, уже даже сейчас они роль Советского Союза в победе задвинули на четвертое место. То есть сначала идет Соединенные Штаты Америки, потом Великобритания, потом Франция, и на четвертом месте уже Советский Союз. Вот таким образом. Вот опять-таки с дальним прицелом. Почему молодые люди сейчас, они еще не имеют права быть избирателями. То есть пройдет 2-4 года, они будут голосовать, и таким образом на них уже вставят в этой игре. То есть опять хотят они, опять-таки, увидеть Россию на коленях, Россию разорванную, Россию слабую. То есть идут издалека, Александр Павлович, вот поскольку мы коснулись молодого поколения и новых технологий, понятно, что в 41-м году не было и речи об интернете, никто не знал, что такое может быть. Реакция людей и молодых людей, насколько она отличается? Тогда и сейчас, на военные действия. Вы знаете, вот немножко начну с 1941 года. Железный канцлер Германии, Отто фон Бисмарк, сказал, что франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель. Точно так же, впоследствии его слова перефразировали, сказали, что Великую Отечественную войну выиграл советский учитель. Почему? Потому что уровень воспитания был тогда на высочайшем уровне. Дело в том, что любовь к своей родине прививалась, патриотизм, идея, мотивация. Все прекрасно знают, когда молодые люди на тот момент, не достигшие 18 лет, которые не имели права служить в вооруженных силах, то есть они приписывали себе 1-2 года, 16-летние были, достаточно фактов таких, и каким-то образом через военкоматы попадали на фронт для того, чтобы защищать свою землю, защищать свою родину, защищать свою страну, семью, как угодно. Многие даже боялись, установка тогда была, и военная доктрина была следующего плана, что мы будем вести войны на территории противника. И, как правило, эта война будет победоносная, кратковременная, краткосрочная. И многие молодые люди, боясь, что они не смогут поучаствовать в боевых действиях, они таким образом тоже попадали на фронт. Глубочайшая мотивация. Ну, это говорят часто густо, идеологию не путать с идеей. Как правило, я все время говорю на эту тему, патриотами не рождаются, патриотами становятся. Это происходит, будем говорить, с того момента, когда человек осознает себя по половому признаку, кто он мальчик или девочка. То есть это происходит с 6-7 лет. То есть, по сути дела, это уже общеобразовательная школа. То есть с этого момента нужно начинать работу, воспитывать в правильном русле наше подрастающее поколение. К величайшему удивлению, за 25 лет украинства этого не произошло у нас. В частности, в Донецкой Народной Республике, у нас на Донбассе, на Луганщине, когда молодые ребята, воспитанные, уже будем говорить, на вот этих вот идеях общества потребления, я все время говорю, то есть это тоже американский проект. Не надо ничего выдумывать. Где-то заработал какие-то денежки. Вы помните, какое большое количество у нас было менеджеров всевозможных. Заработал денег, поехал в супермаркет, купил. На неделю, на месяц продуктов приехал домой, завалился на диване, по плазме смотришь футбол. Ничего в жизни больше не нужно. Ничего, да, не надо. То есть ни карьерного роста, ни научных каких-то исследований, то есть самосовершенствования, всего, ничего этого не надо. То есть вот такая ситуация. И вот я очень рад тому, что наши мальчишки, которые уже, по сути дела, родились уже в независимой Украине, они пошли на этот фронт, они пошли воевать. Да, безусловно, основная масса сначала шла, как я их называю, за 40-летники, за 50-летники. Это те люди, которые служили в советской армии, это те люди, которые учились в советских военных училиках. Это первая волна. Да, совершенно верно. Потом начали подтягиваться вот те ребята, которые вообще в армии не служили. Но опять-таки у них была глубочайшая цель. Они воюют за право и дело, они воюют за свою землю. Мне не пришли навязывать свои идеи на западную Украину. То есть они от всей этой фашистской нечисти, они обороняли наш Донбасс, свои семьи, свою землю. Вот. Вы знаете, не удалось переломать этих ребятишек в большинстве. Да, конечно, многие считают, что не надо ничего. Сдадимся на милость победителям. Вот посмотрим, где еще лучше будет. И такие многостроения. И у нас сейчас, среди граждан тоже есть такие. Хорошо, что у нас проводится в этом плане работа молодежного крыла Донецкой Республики, которые поднимают и целый ряд общественных организаций, в том числе и наша тоже. То есть мы работаем с молодежью. Вот. Не могу не вспомнить конкурс, который проходил в прошлом году. Забвению не подлежит. Конкурс, который был приурочен годовщине Великой Отечественной войны, сейчас проходит уже второй этап конкурса. Конкурса тоже забвения не подлежит, но он уже перекликается как раз событийно между войной 1941-1945 годов и нынешней войной, начиная с 2014 года. Ну, будем говорить, 2014-2017 год. Количество сочинений увеличилось практически в пять раз. То есть дети общеобразовательных школ включились в работу. Прошлые сочинения, вы знаете, некоторые невозможно было читать без слез. Почему? Потому что нынешние дети, по сути дела, это уже правнуки солдат Победы, которые писали о своих дедушках и прадедушках. Вот. У некоторых даже можно заметить своего рода стиль повествования. Но самый главный факт, что они помнят, что они гордятся, и никогда в жизни они не променяют на бандеровскую фашистскую идеологию свою память. Вот. Я думаю, что даже не удастся им промыть мозги, как это произошло там, в материковой Украине, на Западной Украине, когда сменили идеалы, когда нацистские преступники стали, были вывешены на знамена, забыли напрочь о тех героях, которые освобождали ту же Украину, герои тех, кто боролись на незалежную Украину. Это был Шухевич, Бандера и прочая свита вот этих нацистских прихвостей, коллаборационистов, как угодно. Которых не удалось уничтожить после Великой Отечественной войны. Да, я вот, вы знаете, вот как-то переплетается в этой жизни все. Вот мой дядя по материнской линии, он зачищал бандеровцев, начиная с 1944 года в войсках НКВД. Он рассказывал страшные вещи. Я тогда, еще будучи молодым человеком, я это все слушал как сказку. Почему? Потому что мозг нормального человека не мог этого все воспринимать. Как они уничтожали людей. Самое интересное, что они уничтожали тех же украинцев, которых присылали туда поднимать сельское хозяйство, поднимать промышленность, учить детей. Ведь направлялись в те времена активисты из центральных областей Украины, Полтавская область, Лобожанщина, Харьковская область, Сумская область, Черниговская область. Они коммунистов, комсомольцев просто уничтожали самым жестоким образом. Такая же ситуация сейчас происходит здесь. Точно так же запугивает людей, точно так же запугивает селяна Западной Украины. Что если ты будешь относиться к памяти, к той советской, значит... С уважением. Да, с уважением. То мы сделаем соответствующие выводы, значит, сожгем твою усадьбу, убьем тебя. Александр Павлович, и снова мы, говоря о молодежи, упоминаем то, что воспитание, воспитание патриотов, любви к родине, оно начинается со школьной скамьи. Да, безусловно. Я всегда говорю, что если мы упустим нынешнее поколение, грош нам цена. Безусловно, все должны быть патриотами своего отечества. Все должны знать свою историю, все должны знать своих великих предков. Нам нечего стыдиться. Я все время говорю, как может государство с 250-летней историей учить тех граждан, у которых тысячелетняя история. Почему мы должны оглядываться на наших заокеанских друзей, на цивилизованную Европу? У нас достаточное количество примеров, на которых можно учить наше подрастающее поколение. Взять хотя бы того равнопостального князя Александра Невска. Вы меня извините, в 20 лет человек в 1240 году одержал свою первую победу. Ну и всем известно ледовое побоище в 1242 году, когда человеку было 22 года. Разбил тогда еще, то есть это по сути дела, те же немцы, тевтонские рыцари, непобедимые. Вот, используя военную науку, хитрость, поднял таким образом тоже ополчение. Ему присягали на верность простые ремесленники, селяне, горожане, которые одевали кольчугу, брали мечи и шли в бой за свою родину. Это пример для подражения. Да, наши примеры глубоко в истории. Спасибо за нашу беседу, Александр Павлович. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!